Работа закипела и старожилы тут как тут. Двор дома 103А по Карла Маркса давно нуждается в ремонте. Ямы и выбоины повсюду. Нас недолго спуткнутся, мы ходим за бабушки, запинаемся. Сколько вот живем, столько эти лужи. Дом стоит на болоте, видимо проваливается все, что можно. И гравий мы завозили, и песок завозили. Все куда-то уходит. Это очередная попытка выровнять дорогу в рамках текущих ремонтов. Пока силами управляющей компанией и студентов, участников городского проекта молодежные трудовые бригады. Фрязинова одно из первых оценила преимущества проекта еще в прошлом году. Не упустили возможности в этот раз. Приняли на работу двоих ребят. Присматриваются, оценивают. Рвение к работе, усердие, прилежание. Будущие специалисты нам нужны. Сейчас подсыпка фам дворовых территорий проводится. Затем уборка чердачных помещений и уборка подвальных помещений от мусора. Подготовка к осенне-зимнему периоду. Работа несложная, но и мало ее не бывает. Жилой фонд в ведении Фрязинова разнообразный. Есть и деревяшки с печным отоплением, и благоустроенные многоэтажки. Всего более 350 домов. Так что трудовая молодежь – хорошее подспорье и задел на будущее. Для студентов же это возможность заработать и провести лето с пользой. В первую очередь заработать денег. Сегодня, да, вы занимаетесь подсыпкой. А что еще? Ну, мы песочницы заполняем песком. Роман – студент машиностроительного техникума в составе молодежной бригады работает впервые. Принять участие в проекте ему посоветовали родители. Отказываться причин не было. Точно так же трудовое лето началось для сотен молодых волокжан. Все они работают в разных организациях и на предприятиях города в проекте «Молодежные трудовые бригады». Трудятся вожатыми на площадках города детства, колесят по стране в составе российских студенческих отрядов. Только в июле трудовое лето началось более чем для 500 человек.